Битва под Зеленцами, также в русских источниках бой под городищем, сражение с противоречивым результатом, произошедшее 7 июня 1792 года во время русско-польской войны 1792 около села Зеленцы, ныне Шепетовского района, поскольку поле боя сразу после сражения осталось за польским корпусом князя Понятовского, в Польше его расценили как победу. Русские, ссылаясь на последовавшие вечером отступления поляков и повторные занятия поля боя войсками генерала Маркова, также посчитали его своей победой. После сражения польские силы продолжили стратегическое отступление для награждения участников битвы по представлению князя Юзефа Понятовского. Король Станислав Август Понятовский утвердил основание ордена «Вирчути милитари» предпосылки битвы. 10 мая 1792 года князь Юзеф Понятовский прибыл в Тульчин и начал концентрировать разрозненные отряды польских войск. Ему удалось собрать около 17 тысяч солдат. Затем уже в процессе боев к нему присоединилась дивизия Любомирского в Заславле и резервный корпус генерала Зайончика под Зеленцами. В процессе переходов также росла и сила его артиллерии, в том числе и за счет расквартированной в Полонном. В ночь с 18 на 19 мая границу перешли первые отряды 64-тысячной армии Каховского. Его план предусматривал окружение Понятовского. Корпусы Дерфельдена и Дунина должны были связать главные силы, а перерезать отходные пути должны были части Кутузова с юга и Ливанидова с севера. Понятовский не согласился с предложенной Костюшко тактикой обороны границы и решил отходить на Любары Полонной, где используя складированные там припасы дать главное сражение. После ряда мелких стычек, небольших боев и потери лагерей поляков ждала неудача. Склады в Полонном оказались недостаточными, а работы по строительству укреплений не оконченными. Поляки вынуждены были принять решение о продолжении отхода на соединение с дивизией Любомирского в Заславле, а что не удастся эвакуировать и уничтожить в обозе под Полонном. Во слет коронной армии двигалась 11-тысячная армия генерала Маркова усиленная казаками Орлова. Марков планировал захватить польский лагерь и отрезать польские войска от Гарыни. Уверенность, что лагерь будет легкой добычей, наткнулся под Зеленцами на прибывший накануне корпус под руководством Зайонщика и Трокина. 17 июня Понятовский отошел к Шепетовке, где получил информацию о том, что дивизия Любомирского находится в Заславле. Он приказал Любомирскому присоединиться к его силам около Зеленцов. Силы сторон армии Речи Посполитой, пехота, батальон и полка 625 чел, батальон авиаполка 750 чел с отрядом стрельцов, батальон ВФУ Зилерского полка 579 чел, кавалерия, авангардный полк стражек, 10 эскадронов, 1039 всадников, артиллерия. Слабая полевая артиллерия, основой которой были шестифунтовые пушки, под командованием майора Добрского. К ней также надо добавить батальонную артиллерию по две трети фунтовые пушки, всего шесть орудий армии Российской империи, пехота. Екатеринославский гренадерский полк, 4 батальона, около 3000 чел, Екатеринославский егерский полк, 4 батальона, около 3200 чел, кавалерия, Елисаветградский коноегерский полк, 10 эскадронов, 1300 всадников. Альвеопольский гусарский полк, 6 эскадронов, около 750 всадников, Воронежский гусарский полк, 6 эскадронов, около 750 всадников, 5 казачьих полков, по 400 всадников, каждые 2000 всадников. Артиллерия, 24 ствола полевой артиллерии с обслугой, около 500 артиллеристов. К этому надо прибавить по два орудия в каждом батальоне, что дает еще 16 стволов артиллерии. Битва. В Зеленцах польский отряд генерала Зеленчика занял позицию на холме у дороги Полонное, заслав стопкой долины на левом крыле, плавным подъемом направо и лесом в тылу. Трокин и Зеленчик не заняли между тем село Зеленцы, а лес мешал рекогностировки и просчитыванию возможного развития событий. Польский боевой порядок состоял из конницы на флангах и пехоты в центре. Зеленчик послал гонца к Понятовскому с просьбой поспешить на помощь. В шесть утра русские силы подошли в колоннах и под огнем польской артиллерии развернулись в боевой порядок на равнине с конницей на флангах. В центре стояла пехота, два егерских и четыре гренадерских батальона с егерским батальоном Екатеринославского полка в резерве и еще одним батальоном Екатеринославцев и эскадроном конницы в охране лагеря. Пользуясь отсутрием польского противодействия русские заняли Зеленцы и начали под прикрытием села прицельно обстрел польских порядков. В семь утра на поле битвы прибыл князь Юзов Понятовский, что привело к отражению атаки русских и к очевидному укреплению польских сил. Левое крыло подпер конный полк, правая бригада народной кавалерии генерала Станислава Макроновского, а центр усилила еще два батальона пехоты и 12 орудий. Другие отряды прибывали в течение битвы и останавливались под прикрытием леса. Дивизия Костюшка не подошла под Зеленцы, обеспечивая прикрытие от корпусов Дунина и Ливанидова. Учитывая обстрел со стороны села, Понятовский приказал очистить Зеленцы от врага, что все же не удалось осуществить и село подожгли. Дым заслонил полякам поле битвы и русские под его маскировкой разбили кавалерию на правом крыле, которая вместо наступления на врага встретила его атаку на месте, была быстро разбита и сорвалось паническое бегство. Благодаря вмешательству князя Сангушка и офицеров удалось вернуть кавалеристов, а тем временем русские всадники попали под сильно обстрел польской артиллерии. Далее по ним с фланга ударила народная кавалерия Макроновского, вернувшаяся из бегства и желавшая смыть себя позор. А с фронта их атаковала польская кавалерия второй линии, русская конница не выдержала и отступила, потеряв флаг. Для укрепления эффекта Понятовский приказал генералу Чапскому усилить польский натиск, но тот потребовал письменного приказа, ссылаясь на то, что Усный непонятен. Таким образом была утрачена возможность полностью разбить русское крыло. После артиллерийской подготовки в центре, в атаку двинулись русские гренадеры Екатеринославского полка, а три батальона польской пехоты, состоявшие преимущественно из новобранцев, не выдержав сильного обстрела и штыковой атаки русских, бросились бежать. Убегая пехота образовала брешь в центре, который использовали русские и вдобавок возникло замешательство в резервном польском батальоне. В эту брешь двинулся Понятовский во главе двух батальонов. Несмотря на сильный обстрел польской артиллерии и огонь поляков, гренадеры несколько раз поднимались в штыковые атаки, но без успеха. Понесли потери от польского огня и были вынуждены отступить. На левом крыле также начался русский натиск, под нажимом которого поляки начали отступать. Когда русские подошли под огонь польской артиллерии, удалось их отогнать контратаками пехоты и занять прежние позиции. Несмотря на сопротивление русских войск на всех участках фронта, Понятовский решил перехватить инициативу, сформировав боевую группу из частей дивизии генерала Вильгорского. Польская конница оттеснила русских, но генерал Вильгорский, опасаясь, что его пехота уступает российской, действовал самовольно и нерешительно, благодаря чему Марков смог переформировать свои силы. Но российский генерал не чувствовал себя уверенно и посылал к Каховскому гонцов с просьбами о помощи. Марков не получил помощи и решил построить свое войско в Карии и выходить с поля боя. Примерно в пять часов по полудни битва закончилась и поле боя осталось за поляками. После отдыха, который длился два часа, отступление на Заслав возобновилось. Поле боя занял вновь Марков, провозгласив себя победителем, за что получил орден Святого Георгия второй степени. Он перекрыл дорогу дивизии Костюшко, что подтянулось к месту действия. Костюшко, оценив, что враг его превосходит, через два часа противостояние отошел, дав несколько артиллерийских залпов по русским рядам. На следующий день Костюшко присоединился к главным силам коронной армии под Заславом. Значение битвы. Сражение показало, что польская армия может достаточно успешно противостоять русским, что было особенно важно, учитывая большое количество молодых, необстрелянных новобранцев. Хотя польские войска поддались панике, удалось восстановить над ними контроль и вернуть для продолжения борьбы с противником. Большую роль играла артиллерия, но во время боя боеприпасы были практически исчерпаны. Неопытность генералов Зоочека и Трокина привела к занятиям русскими необороняемых зеленцов, в результате чего русские могли вести огонь с выгодной позиции. Битва под зеленцами была не только важным моментом данной войны. С точки зрения поляков это была первая победа со времен битвы под подгайцами в 1698 году, выигранная поляками без чьей-либо помощи. А также была первая со времен чудного и полонки польская победа над российскими войсками. Однако, сражение не остановило поход русских на Варшаву и польское войско продолжило отступление. Попытки остановить русских, опираясь на крепость в Остроге были оставлены из-за угрозы окружения. Сражение имело важное пропагандистское значение для поляков. По предложению Юзефа Понятовского, король Станислав Август учредил орден Virtuti Military, самый почетный военный орден Польши. Первоначально овальную медаль с инициалами короля, которую носили на Станиславской красной с белыми краями ленте. Варшавский монетный двор очеканил 65 золотых и 290 серебряных медалей. Из них успели раздать участникам битвы при Зеленцах 20 золотых и 40 серебряных. Среди награжденных были сам Понятовский и генерал-майор Т. Костюшко. Еще шли первые награждения, как и в судьбах Польши и в судьбах награды произошли изменения. Медаль превратилась в орден, организованный по образцу австрийского ордена Марии Терезии. Знаки его делились на пять степеней, двумя нишами из которых стали медали. Но вскоре медали исчезли совсем замененные золотым и серебряным крестом.